Вопрос связан с роботизацией и автоматизацией многих рабочих мест сейчас. Хотелось бы узнать из последних новостей, даже когда банки увольняют по инвестору их сотрудников и заменяют это все на автоматизированную систему. Вот в таких условиях в современном обществе сейчас? Вопрос, что делать с рабочими местами? Объясняю. У меня жена – аудитор банковский. И она объясняет, что нет программ, которые работают правильно. Невозможно. Опять-таки, всегда, когда есть программа, всегда есть кто-нибудь, кто ее взломает. Поэтому всегда необходим альтернативный контроль. Что касается роботизации и автоматизации. Я учился в школе в 70-е годы. В те времена СССР очень активно развивался к роботизации. СССР был одной из самых роботизированных стран мира. Был такой журнал, замечательный, «Техника молодежи», где в каждом номере колоссальное количество. Я думаю, что ваши преподаватели, как и я, в молодости этот журнал читали. Иначе бы они здесь не оказались. Так вот, там, уже в Японии, были полностью роботизированные заводы. И у нас это стало. Оказался конфуз. Дело в том, что, когда вы начинаете считать стоимость этого роботизированного завода, а в нее надо учесть все, включая подготовку кадров, которые эти роботизированные линии сделают, тех заводов, которые их делают, тех, кто их обслуживает, чтобы они не ломались, тех, кто их переоснащает на новое производство и так далее, то выясняется, что китайцы дешевле. И поэтому роботизация 70-х не прошла. Теоретически, вот эта вот линия на стимулированный спрос, которая началась в 80-е годы, могла бы сделать роботизированное производство. Но проблема в том, что она пошла в то, что называется информационный тезнолуд. А теперь отдайте себе отчет, что у вас средняя заработная плата в США на уровне 58-го года. Тратят они больше, потому что им дают. А если давать пристану после кризиса, зарплата будет на уровне начала 30-х? И как тогда, соответственно, кому будут эти роботизированные заводы продавать свою продукцию? Даже если они будут работать, какой он там? Кто-то вы начинаете на это дело смотреть не с точки зрения самого завода, который, конечно, вызывает сильные впечатления, а с точки зрения движения финансовых потоков, в том числе замыкания их, то есть спроса. Это ваше роботизированное производство должно производить нечего, что потом можно продать. Кому? Так что так?